Локи Марс Раш Шерпа – таков далеко не полный список беспилотников, как летающих, так и наземных, представленных на World Defense Show, международной оборонной выставки, впервые в этом году прошедшей в Ирлиаде. Всех приветствую на канале Сититанк и первый номер сегодняшнего шоу MQ-9B Sky Guardian – самый крупный на выставке беспилотник. Согласно недавно подписанного соглашения, производство Небесного Стража будет локализовано в Саудовской Аравии. На выставке БПЛА экспонировался компания General Atomics. Несмотря на это, местный производитель Saudi Arabian Military Industries уже строит планы о выходе на 25 место среди мировых производителей вооружения. Под стать амбициозным планом и выдающиеся тактико-технические характеристики БПЛА. Размах крыла – 24 метра. Длина – 11,7 метра. Силовая установка – турбовентиляторный «Ханивол ТПЕ-331» мощностью 940 л.с. Мощность помогательной силовой установки – 2,2 кВт или 3 л.с. Взлетный вес – 5670 кг. Из них 2721 кг приходится на топливо. 2177 кг полезной нагрузки распределяются по 9 точкам подвески. В общем, не зря в павильоне рядом с беспилотником экспонировалась ракета Hellfire 2. Я думаю, дальность спуска ракеты значительно превысит стандартные 9 км, тем более, что потолок БПЛА составляет 12200 метров. С выбором целей тоже можно не торопиться. Аппарат рассчитан на более чем 40 часов пребывания в воздухе. При этом максимальная скорость составляет 389 км в час. Благодаря наличию встроенного радара «Линкс» Sky Guardian может вести за горизонтную разведку. При этом оператор получает монохромные снимки высокого разрешения даже при тумане и высокой облачности. Связь оператора с летательным аппаратом возможна как по ОВЧ, УВЧ радиоканалам, так и через спутник. При необходимости MQ-9B способен выполнять взлет, посадку и пилотирование в режиме автопилота. Кроме того, каналы связи и важные системы управления летательного аппарата имеют дублирование и резервирование. По сравнению с предыдущей версией MQ-9 Reaper или Жнец, Sky Guardian получил ряд систем, которые не будут лишними на беспилотном летательном аппарате. Например, защита от обледенения, удара молнии и столкновения с птицей. Следующий беспилотник, наоборот, один из самых миниатюрных. Loki Mark II от бельгийской Sky Hero способен буквально взлететь с книжной полки. При создании Mark II учтен пятилетний опыт эксплуатации Loki I силовыми ведомствами Европы и США. Благодаря этому устройство получилось на редкость живучим. Корпус мультикоптера выполнен из прочного пластика. Складные дужки защищают лопасти от свисающих штор, пледов и прочих тканей. Удары и столкновения не проблема для гаджета. Даже в случае падения на панцирь он в состоянии включить реверс двигателей и сделать сальто. Достаточно в меню пульта выбрать режим черепаха. Дрон может легко проникнуть в комнату, протаранив дверь, если, конечно, она не заперта. Сменная батарея находится в верхней части корпуса. Максимальное время работы от одного аккумулятора составляет 3 часа. Отсутствие освещения не проблема для оператора. Видеофиксация ведется даже при 0,008 люкса. Например, по ГОСТу данный показатель не должен быть ниже единицы. Благодаря наличию дополнительной камеры и лазерного сенсора в нижней части корпуса, беспилотник способен осуществлять точное позиционирование в пространстве. Отдельно стоит отметить спартанский пульт устройства. Никаких внешних антенн, усиков и креплений под смартфон. Никаких 5G, GPS и Wi-Fi. Защищенный корпус и шифрованная передача данных на луче частотах. Дублирование каналов и разделение потоков. Отдельно передача команд, отдельно видео. При этом имеется возможность подключения до 4 беспилотников одновременно. С пульта же осуществляется управление внешним подвесом БПЛА. При помощи крепления SkyHero Payload на мультикоптер может устанавливаться оружие ограниченного поражения двух видов. Ослепляющий тактический фонарь, либо 5-зарядное шумовое пиротехническое устройство. Вот так, например, работает его портативный аналог. Следующий беспилотник Rush-2H, представленный компанией ADASI из Объединенных Арабских Эмиратов. Предыдущая модель Rush-2, которая экспонировалась в том же павильоне, по сути дела является планирующим боеприпасом, изготовленным на базе 120-мм мины. Масса Rush-2 13,5 кг, максимальная дальность пуска 13 км. Он крепится на пилон самолета, либо другого беспилотника. После отстрела Rush-2 раскрывает крылья и планирует в направлении цели. Модель H имеет увеличенную массу и более продвинутую конструкцию. Она является управляемой и способна поражать малые и средние цели. Может использоваться для патрулирования на границах и устранения угроз. Также Rush-2H имеет систему лазерного целеуказания для поиска и сопровождения целей в дневное и ночное время суток. HR Sherpa от корейской компании Hyundai Rotem. Наземный беспилотник с колесной формулой 6х6. Sherpa является робототехническим комплексом двойного назначения. Военная версия оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с американским пулеметом М60. Производитель модуля – аффилированная компания Hyundai Via. Масса робота 1800 килограммов, из которых 600 приходится на полезную нагрузку. Скорость хода зависит от покрытия 40 км в час по шоссе или 10 по пересеченной местности. Запас хода 30 км при скорости 5 км в час. Благодаря наличию борта поворота, колесный дрон способен разворачиваться на месте по танковому. Sherpa оснащен бескамерными шинами, такими же, как на американском квадроцикле Polaris. Защита от прокулов в бою не будет лишней. На канале CityTank вас ждут не только обзоры на зарубежную военную технику. Вы сами можете принять участие в проекте создания боевого колесного дрона. Достаточно подписаться на канал и нажать колокольчик. Следующий беспилотный летательный аппарат первоначально имел взлетную массу 380 килограммов. Из-за этого он и получил свое название – Milkor 380. Одна из главных фишек данного беспилотника – радар с синтетической апертурой, способный выдавать четкую, хоть и монохромную, 3D-картинку местности. Максимальное время нахождения в воздухе составляет немалые 35 часов. Длина беспилотника 9 метров. Расмах крыла 18. Максимальный взлетный вес – 1300 килограммов. 210 килограммов полезной нагрузки распределены по 5 точкам подвески. Из них одна под фюзеляжем и две под каждым из крыльев. Максимальная скорость составляет 250 километров в час, а потолок – 9100 метров. Следующий мультикоптер способен выполнять как вертикальный, так и горизонтальный полет. Осев – детище местной саудовской компании Intradefense. Беспилотник оснащен гибридной силовой установкой. Вертикальный взлет и посадка осуществляются при помощи четырех электродвигателей. Расположенный в задней части фюзеляжа оппозитный мотор отвечает как за горизонтальное перемещение, так и за генерацию электричества в бортовой сети. Как результат – скороподъемность 230 метров в секунду. Потолок – 5500 метров. Максимальная скорость дрона – 62 узла или 115 километров в час. Максимальный взлетный вес – 96 килограммов. Из них 12 – полезной нагрузки. Запас топлива рассчитан на 10 часов непрерывного полета. Связь оператора с летательным аппаратом обеспечивается на дальности 150 километров. Интра уже заявила о планах по выпуску 48 единиц. О наличии оборонного заказа на ОСЕВ точной информации нет. Но выставочный макет БПЛА экспонировался с характерной для королевских саудовских ВВС надписью «Храни тебя Бог». Еще один беспилотник казалось бы сугубо гражданский, но и он может сгодиться для доставки оружия, боеприпасов, медикаментов и провизии. Ведь не даром он похож на вертолет «Ченук». Называется он «Авидрон-210 ТЛ». Со слов производителя канадской «Авидрон Аэроспейс», коптер обладает поистине рекордными характеристиками. Судите сами, масса полезной нагрузки – 25 килограммов. Максимальная дальность полета – 120 километров. Максимальная скорость – 100 километров в час. Продолжительность полета на встроенном аккумуляторе – до полутора часов. Правда, потолок всего лишь 305 метров. Пульт управления беспилотником выполнил на базе Windows-планшета «Панасоник Тафф Пэд». Автопилот и программное обеспечение планшета – собственная разработка компании. Полное название программно-аппаратного комплекса «Авидрон G4». Но, увы, не этот коптер является фаворитом сегодняшнего выпуска. Несмотря на все свои прогрессивные технические характеристики, он уступает лидерству следующему участнику сегодняшнего обзора. Встречайте, дрон-перехватчик «Марс Интерцептор». Данный мультикоптер имеет не только передовые аэродинамические показатели, но и удобный набор функций и четкое позиционирование в рыночной нише. Перехватчик нацелен на применение гражданскими службами там, где нет доступа к мощным средствам РЭП, а тем более к армейскому зенитному вооружению, например, на нефтехранилищах и крупных контейнеровозах. Буквально в предыдущем выпуске я рассказывал, как с целями типа «Мультикоптер» эффективно борется орудие «Бушмастер-3». Разумеется, судоводителям или сотрудникам ЧОО подобные средства недоступны. Здесь на помощь приходит «Марс Интерцептор» или даже «Рой» беспилотников данной модели. Интервал пуска перехватчиков составляет 3 секунды, почти как у реактивных систем залпового огня. В обзоре, посвященном выставке «УМЭКС», я уже рассказывал о достаточно компактном беспилотнике от компании Martin UAV. Для запуска V-Bet, например, требуется небольшая команда из двух человек. Интерцептор же транспортируется в портативном коробе. При этом запуск может осуществляться удаленно. Британская «Марс Групп» занимается как разработкой программного обеспечения, так и различных систем охраны периметра с использованием лазерных, оптико-электронных и радиолокационных устройств. Для нее не составило большого труда интегрировать перехватчик в одну из подобных систем. Стартует квадрокоптер вертикально. Для этого в донной части короба расположена небольшая электромагнитная катапульта. БПЛА практически сразу переходит в горизонтальный полет в направлении дрона-нарушителя. Разумеется, в корпусе «Марс Интерцептор» отсутствует заряд взрывчатого вещества и поражающие элементы. Разрушение цели осуществляется при помощи кинетической энергии. При этом перехватчик разгоняется до скорости свыше 80 метров в секунду или почти 300 километров в час. Дрон оснащен четырьмя электродвигателями, которые запитываются от встроенного аккумулятора. Следовательно, при уничтожении дрона-нарушителя исключается утечка топлива с последующим возгоранием, либо экологическим загрязнением на охраняемом объекте. В общих словах, получился отличный беспилотник или, как сказал бы Мартин Лютер Кинг. У меня есть мечта, что однажды на залитых солнцем холмах планеты Земля, владельцы БПЛА и владельцы перехватчиков смогут собраться и набить друг другу дроны до полной утраты хейта. С вами был канал Сититанк. Всем мирного неба и до новых встреч!